В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня», в студии я Александр Гурарье, мы продолжаем выпуск. В исламском государстве начался 37-й год. Статья под столь интригующим названием вышла в независимой газеты. Неужели в исламском государстве появились свои Берии, Сталины и Ежовы? С этим вопросом я обращаюсь к автору этой статьи, политическому эксперту Андрею Сиренко. Андрей, здравствуйте. Александр, добрый день, как раз слышите. Так что официальные представители исламского государства объявили предателями двух, врагами халифата даже, двух ведущих русскоязычных идеологов-толкователей Абу Аниса Дагестани и Абу Усама Казахи. А чем же эти правоверные мусульмане так провинились в глазах руководства исламского государства? Ну, на самом деле, вот эти персонажи, о которых мы сегодня говорим, и которые оказались в числе первых, наверное, врагов народа в исламском государстве, их, наверное, стоит отнести в привычные, если нам смотреть терминологию 37-го года, к совершенно уж пламенным большевикам. То есть оба эти шейха, которые занимались, скажем так, толкованием акида исламского государства для русской вечной аудитории, они отличались, скажем так, чрезмерным радикализмом даже в исламском государстве. Это трудно поверить, но на самом деле, бывали, оказалось, что в этом государстве, в кавычках, были люди, которые были еще более радикальны, еще более суровы в своих суждениях, чем те персонажи, которых мы привыкли видеть на экранах телевизоров или в мониторах ноутбуков. И вот именно как раз репрессии, которые предприняли службы безопасности и политические руководители исламского государства в отношении этих двух шейхов, они как раз связаны с их чрезмерным радикализмом. Не случайно их обвинили в хриджизме, то есть это такое течение внутри, достаточно сложное явление, если очень грубо о нем его комментируют, то это такая радикальная секта внутри радикалов, которая, например, их отличает склонность к так называемому цепному такфиру, то есть вынесению такфиру к всем, кому только можно. Такфир — это обвинение человека-мусульманина в неверии, что делает возможным его убийство. Так называемым доступным его кровь, как они говорят. То есть, соответственно, вот эти хриджиты, то есть эти два шейха, которые сегодня подверглись таким гонениям со стороны службы безопасности амнията, то есть исламского государства, они на самом деле были замечены уже на протяжении минимум двух-трех лет. Вот как раз в этом чрезмерном хриджизме или такфиризме. То есть люди, которые такфирили всех подряд, обвиняя их, в свою очередь, врагами Аллаха, неверными людьми, вышедшими из ислама, что для практики, для повседневной жизни исламского государства могло означать только смертную казнь. И поэтому, вот скажем так, насколько я знаю, вот еще около двух лет назад того же, одного из этих шейхов исламское государство уже задерживало, он сидел в местной тюрьме, его там допрашивали, потом его выпустили, как утверждают источники, вот в соцсетях, под подписку и обещание то, что он не будет больше заниматься такфиром, то есть выведением, тотальным выведением всех первых встречных ему попавшихся мусульман из ислама. Но тем не менее, видимо, парень не одумался и вот начал готовить какие-то новые политические проекты уже, наверное, за пределами исламского государства. Поэтому вот такие репрессивные и жесткие меры были предприняты в отношении этих людей. Вы знаете, в этих разборках упоминается еще одно имя Абдуллаха Молдовского. То есть насколько верно предположение, что как бы все бывшие советские республики представлены в рядах шейхов вот этого самого исламского государства. Уже сами названия Абу Асама Казахи, Абу Анис Дагестани и вот еще, значит, господин Абдуллаха Молдовский. Это случайность или это какая-то система в этом есть? Ну, на самом деле, в исламском государстве представлен весь бывший Советский Союз. Там есть выходцы из практически всех республик Советского Союза. Я не слышал пока о людях, приехавших из Прибалтики. Все остальные республики, которые были в Советском Союзе, представлены однозначно. Есть даже представители еврейского народа, которые тоже приняли ваххабизм и уехали в ИГИЛ и стали полноценными, такими вот, правоверными, в кавычках, мусульманами. В частности, один из таких людей уехал из Волгоградской области. Это выходец из очень уважаемой еврейской семьи. Мама, руководитель одного из местных курсов, центров изучения иностранного языка. Папа, заведующий кафедрой. Сам мальчик из хорошей семьи, кандидат наук, специалист в цифровых технологиях и с хорошим знанием английского языка, вместе с семьей, с детьми уехал в ИГИЛ, приняв радикальный ислам. Так что поэтому, и насколько я знаю, погиб уже там. Поэтому вот такого рода явления, они уже не являются, скажем так, чем-то из ряда вон выходящим. Много русских людей принимает ислам. Я знаю, что только из Волгоградской области около 50 человек, раз уж мы заговорили как раз о выходцах из этого региона, уехали в исламское государство, и значительная часть этой публики это как раз люди, скажем так, неофиты. То есть те, которые приняли ислам как нетипичную для себя религию. Это славяне, это казаки и так далее. То есть подобная ситуация наблюдается и в других регионах России, и в других регионах бывшего Советского Союза. Поэтому вот эти вот, скажем так, навигационные приставки к именам новых боевиков, фиксирующих родину, то есть Молдавию, Казахстан, Руси, значит, Россия и так далее. То есть это уже не является чем-то из ряда вон выходящим. Вот таким образом скажем так, частично Советский Союз переехал в исламское государство, это факт. Скажите, а чем вот вы объясните, что именно вот выходцы из республик бывшего Советского Союза, про которых мы с вами говорили, именно они попадают вот в ряды самых, так сказать, ну, извините за такой термин, отмороженных, то есть самых радикальных исламистов. То есть вот переход, это вот такие крайности, это кидание страны в сторону? Ну, я думаю, здесь много причин, это долгий разговор, мы с вами в наше отведенное время не уложимся. Я скажу только о том, что русский язык после арабского является вторым, фактически являлся вторым государственным языком в исламском государстве. Именно поэтому вот эта возня вокруг этих шейхов, которые были такими властителями ДУМ для русскоязычной аудитории, сегодня приобретает серьезную остроту, потому что русскоязычная аудитория рассматривается оперативниками халифата, их пропагандистами, как очень перспективный резервуар для человеческих, человеческий резервуар, как источник новых пополнений, новых добровольцев, новых волонтеров. Поэтому и борьба такая вот за эту русскоязычную аудиторию, за инфраструктуру, влияние на эту аудиторию, она так сегодня обострилась. Английский язык, кстати, был только третьим, по официальным языкам в исламском государстве. А что касается причин, по которым люди уезжали в исламское государство и гибли там, но я думаю, что здесь несколько причин, это в том числе и в значительной степени это появление нового поколения россиян, потому что уехавшие люди в ИГИЛы, это, как правило, 90% тех, кто был моложе 27, а то и 25 лет. То есть основная масса уехавших, уехавших, выходцы из постсоветского пространства, это люди в возрасте до 27 лет. И, кстати, это касается и женщин, и мужчин. Поэтому последнее задержание, которое я слышал, о которых там говорилось, о людях, которые пытались выехать в исламское государство уже буквально в последние месяцы, полгода, но это люди в возрасте 18-21 год. Поэтому это люди, родившиеся после краха Советского Союза, люди, выросшие в новой реальности, и, наверное, которые не очень представляют, как в этой реальности жить, где процветает и коррупция, и комовство, и отсутствует социальный лифт, и нет уверенности в завтрашнем дне, где все продвинуться, можно сделать карьеру только за счет денег, либо богатых родственников, с людьми со связями. Далеко не у всех, не только россиян, но и у жителей Центральных Азиатских Республик, Кавказа и так далее, есть такого рода связи. Поэтому это ощущение безнадежности, ощущение бессмысленности жизни, по большому счету, оно и толкает некоторых людей на поиски этого самого смысла жизни за пределами, скажем так, привычных парадигм, понимания жизненного счастья. Я знаю, что есть исследования, которые проводились, скажем, как киргизскими силовиками примерно в 15-16 году, они тоже выявили достаточно серьезные мотивационные особенности, по которым люди уезжают, по крайней мере, из Киргизии, уезжали из Киргизии в исламское государство. Только часть этих людей уезжала, скажем так, по соображениям материальным, то есть стремление заработать денег. Да, на самом деле ИГИЛ в период своего рассвета платил очень хорошую зарплату своим боевикам, платил очень хорошую зарплату членам их теней, там, социальные различные пособия и прочее. Это было, на самом деле, для защитной части людей привлекательным, потому что они получали там серьезные деньги. Но это был только один из мотивов. А вот, на самом деле, отсутствие будущего и ощущение ненужности вот в той же, в той среде привычной, где ты сейчас живешь, это было актуально для почти 50% людей, которые уехали. Ну, человеку свойственно во что бы то ни было нужно верить обязательно, да? И тут они находили ситуацию, когда они могли, ну, по их пониманию, жить как бы по совести. Потому что бога у себя, видимо, на родине они найти не могли. В том числе коррупции, воровства и не очень устроенной жизни, видимо, там они этих образов справедливости и каких-то ценностных лечений для себя найти не смогли. Поэтому стали искать вот подобную роду суррогат. Скажите, Андрей, не кажется ли вам, что вот эта разборка, вот этот междусобойчик, если можно так выразиться, в рядах ИГИЛа, был спровоцирован на их давними врагами из Аль-Каиды? Я, честно говоря, именно так и думаю. Потому что сегодня, вот в последний где-то год соперничество между ИГИЛ и Аль-Каидой, оно вообще никогда не прекращалось, но в последний год оно очень серьезно обострилось. Аль-Каида почувствовала, что сейчас вот на вот этом уходящем тонучем титанике под названием «Исламское государство» можно неплохо сейчас в идеологическом, ресурсном, имиджевом отношении подзаработать. И сейчас фактически начинается борьба за ИГИЛовское наследство. Кто придет на смену этой структуре? Кто придет на смену этому бренду? Какой бренд вытеснит бренд «Исламское государство»? Потому что в сегодняшнем цифровом виртуальном мире, который переполнен различными гаджетами и технологиями, вот именно эффективное брендирование, эффективное рекламное позиционирование в значительной степени обеспечит успех предприятий. И, собственно, ИГИЛ это показало. Ведь ИГИЛ в первую очередь это не только террористическая организация с определенной эстетикой смерти, но это еще мощнейшая рекламная корпорация, которая отработала до совершенства технологии воздействия на человеческие умы, на человеческие эмоции. И вот сейчас этот опыт, который наработал ИГИЛ, его теперь начинают присваивать и Аль-Каида, и другие структуры. Если мы посмотрим на свежие ролики, которые снимают боевики Талибана, снимают Аль-Каида, снимают другие джихадистские организации, они просто до боли напоминают эстетику ИГИЛ. То есть, откровенный плагиат, да? Да, ИГИЛ гибнет, но его мифы, его образы, его эстетические стандарты, в том числе и видеостандарты, они остаются, им стараются подражать, их сейчас пытаются приватизировать. Мне очень понравилось слово «эстетические стандарты ИГИЛа». Такой симпатичный оранжевый комбинезон, красивая панорама. Конечно, а мусорка нашли, который просто покоряет многих сопливых молодых людей или таких особо чувственных девочек, которые ищут себе настоящих мужчин среди маджахедов. Поэтому это ценная индустрия. Эта индустрия будет жить, даже когда ИГИЛ будет уничтожен, просто стер с лица земли с помощью сил международной коалиции в Сирии и в Ираке. Поэтому вот эти ребята, которые сейчас, вот эти шейхи, которые попытались соскочить с тонущего корабля и попытаться сыграть в собственную игру, я думаю, что они вполне возможны, я не исключаю этого, лично я для себя, я в этом почти уверен, они, видимо, нашли какие-то способы и новые способы коммуникации, контакты именно с людьми, связанными с Аль-Каидой. Потому что именно Аль-Каида, на мой взгляд, придет сейчас на смену ИГИЛу, она снова выходит на первые позиции, и чем успешнее сегодня будет идти борьба, но это тоже парадокс такой политический, чем успешнее будет вестись борьба международной коалиции, добивающей ИГИЛ в Сирии и в Ираке, тем активнее будет пытаться реанимироваться Аль-Каида. И я думаю, что вот эти как раз, именно она станет главным бенефицаром в террористическом интернационале, который получит основные выгоды от того, что ИГИЛ будет ликвидирована, и Аль-Каида получит возможность с новыми силами, обрея второе дыхание, начать работать с самыми разными аудиториями в исламском мире, в том числе с русскоязычной аудиторией. Это просто напоминает своеобразную борьбу с драконом, то есть голову ему отрубают, вырастает другая. А может быть и не две. А может быть и не две. Андрей, я не могу не задать вам вопрос, является ли одним из, так сказать, способов продолжения вот этой пиар-компании ИГИЛа, про которую мы только что с вами говорили, появившееся сообщение о том, что убитый 29 мая Аркадий Бабченко у входа в свою квартиру в Киеве, что убийца принадлежит к исламскому государству. По крайней мере, появилось сообщение о том, что исламское государство как будто бы принимает на себя ответственность за это преступление. Вброс на самом деле такого рода был, произведен как раз в тех самых социальных сетях или в мессенджерах, где находятся группы сторонников ИГИЛ. Это было сделано еще примерно в 22 часа, может 22.30 вчера, то есть 29.00. В день убийства, да? В день убийства, да? Да, и соответственно, как бы этот вброс вброс был достаточно ограничен. Я проверил, посмотрел, спустя нескольких часов структуру этого вброса, посмотрел, убедился, что это сделано было одним автором, то есть это не было тотальной такой рассылки, что характерно именно для пропагандистских компаний ИГИЛ. Поэтому я думаю, что скорее всего это именно вброс не с целью как бы взять на себя, с целью скорее приписать ответственность за это преступление боевикам ИГИЛ, потому что пока я думаю, что все-таки вот за это преступление ИГИЛ ответственности не несет. Но с другой стороны, показательно сама попытка повесить вот этот печальный трагический инцидент именно на исламское государство, это говорит о том, что этот бренд на самом деле настолько ярок, что стремление прислониться к нему, либо прислонить чье-то преступление, отвести от кого-то удар, это достаточно эффективно в рекламном, информационном исполнении операции. Я думаю, что для ИГИЛ, пока ИГИЛ официальные вот его ресурсы, насколько я могу судить, не все удается посмотреть своевременно, они пока не взяли на себя ответственность по-настоящему за это преступление. Я думаю, что если, по крайней мере до сих пор, до недавнего времени ИГИЛ брал на себя ответственность только за те преступления, которые на самом деле совершались его террористами. То есть, если это не их боевики, не их сторонники, ИГИЛ старался этим не заниматься. Чем, кстати говоря, в этом смысле ИГИЛ отличался от талибов. Потому что афганский талибан, например, который сегодня является главным противником ИГИЛ в Афганистане, он на себя берет ответственность практически за все, что там ему выгодно, даже если он к этому сам не причастен. Ну, что не сделаешь ради продвижения бренда. Поэтому в данном случае посмотрим, как ИГИЛовцы отработают вот эту историю, насколько они будут убедительны в своем реагировании на нее. Добавлю только то, что на самом деле исламское государство, их пропагандисты около двух месяцев назад уже распространяли по своим каналам призывы к своим сторонникам в России, во всех странах СНГ, в Центральной Азии нападать на так называемые пропагандистские центры Кремля, то есть нападать на редакции СМИ, редакции газет, журналистов, которых они рассматривали как солдаты информационной войны, которые противоборствуют ИГИЛ. Но, кстати говоря, это касается не только России, это касается вообще всех стран, чьи солдаты воюют против исламского государства. И поэтому они их рассматривали в качестве своих таких же врагов, как, допустим, силовиков. В общем-то, это логично, поскольку мы с вами только что обсуждали, насколько сильна пиар-составляющая вообще в деятельности ИГИЛа, и, в общем-то, это действительно, это, пожалуй, наверное, самая выдающаяся пиар-победа вообще любой террористической организации в истории, то есть ничего подобного до этого мы не знали. То есть существовала, конечно, Аль-Каида, но Аль-Каида, конечно, бледнеет по сравнению с тем, что делает ИГИЛ на информационном поле. Вполне логично, что они рассматривают своими, видят своими противниками прежде всего бойцов, так сказать, идеологического фронта. Сегодня они так называют цифровой халифат, то есть подбадривая своих сторонников в социальных сетях и так далее. Они называют их солдатами, они называют их... Вы не просто люди, которые разносят информацию, вы солдаты джихада, вы ведете информационный джихад, у них есть понятие информационного джихада. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим ИГИЛ, который будет сегодня, наверное, пытаться укрыться, значит, с одной стороны в Иракской пустыне, с другой стороны в Афганских горах, и третье это цифровое подполье, куда империя Аль-Багдаде будет пытаться переместиться и где будет пытаться сохраниться. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Сиренко, политический эксперт независимой газеты. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами в это время. И не отключайтесь, оставайтесь с нами. В следующей программе мы побеседуем, следующими айтами побеседуем, выйдем на связь с Украиной и узнаем, что нового известно на данный момент по поводу убийства Аркадия Бабченко. Редактор субтитров А.Семкин